Добрый вечер. В эфире аналитическая программа «Триггер». В студии политические аналитики и авторы нашей программы Алексей Тулбери и Стелла Жантуан. Виктор Чубану присоединится к нам на следующей передаче. Публичное поле Молдовы взрывает один за другим коррупционные скандалы, которые с нашей точки зрения не столько связаны с выборами, сколько еще раз подтверждают неспособность и нежелание институтов государственной власти бороться с большой коррупцией и приступить к демонтажу преступных схем во власти. Мы видим, как захваченное государство в прошлом и сегодня участвует в самых громких и крупных преступлениях, ведущих к полному экономическому и социальному краху нашего государства. И в первую очередь это касается молдавского правосудия. После репортажа, подготовленного нами, мы вернемся в студию и обсудим эти скандалы. Что и кто скрывается за ними? Три человека, причастные к мошенническим схемам по краже миллиарда, осуждены на шесть лет по обвинению в отмывании денег. Речь идет о главе Акаритас-группы Андре Нераутсу, администраторе компании Провалером Аля Гуцу и администраторе Дракарт Татьяне Долгиной. По данным прокуроров, в общей сложности все три компании нанесли банк одеэкономии, банка Сучала и Унибанк ущерб на 550 миллионов леев. Дело рассматривалось в упрощенном порядке, так как подсудимые полностью признали свою вину. Они просили суда не приговаривать их к тюремному заключению, так как не являются реальными бенефициарами денег. Виновные признались, что они за определенную небольшую плату подписывали документы. При этом они считали, что не совершают никаких противоправных действий. Прокурор просил четыре года лишения свободы условно, но судьи решили вынести более суровый приговор. По шести лет тюрьмы каждому. Лица имеют право обжаловать приговор в апелляционном суде в течение 15 дней. В среду США ввели санкции против трех болгар и 64 связанных с ними компаний из-за коррупции. В том числе санкции введены против олигарха и одного из бенефицеров лотерея Молдовии, Васила Краумова-Башкова, которого обвиняют в планах создать канал для влияния российских политических лидеров на болгарское правительство. Ранее пресса писала, что Башков и Плохотнюк находятся в близких отношениях. По данным Госдепартамента США, Башков в настоящее время находится в Дубае, Объединенные Арабские Эмираты. В 2020 году его обвинили в совершении коррупционных схем, в том числе в руководстве организованной преступной группировки, попытке взяточничества и уклонения от уплаты налогов. Он также обвиняется в хищении болгарских государственных активов, экспроприации частных активов для личной выгоды и в коррупционных схемах, осуществляемых через государственные контракты. Расследование показало, что в феврале 2018 года Башков подкупил председателя Государственной комиссии по азартным играм за 10 тысяч болгарских левов, примерно 6 220 долларов в день, чтобы тот отозвал игорные лицензии у конкурентов Башкова. После коррупционной схемы, реализованной болгарским олигархом, президент КАИ подал в отставку, был арестован, КАИ было ликвидировано. Партия перемен выявила очередную схему прошлых властей, реализуемую в Москве. Об этом говорится в пресс-релизе, распространенном вице-председателем партии Ионом Подлогом. На основании соглашения 2011 года, подписанного правительствами Республики Молдова и Российской Федерации, Россия представила Молдове на 50 лет павильон номер 10 и прилегающий земельный участок выставочного центра в Москве, общей площадью 2693 квадратных метра в аренду, с оплатой 1 рубль в год. В 2012 году администратором павильона был назначен Молдэкспо. В 2014 году Молдэкспо сдает павильон и землю в субаренду RBA Group. Основатель Виктор Евстифеев, приближенный Григория Карамалка на 45 лет с арендной платой рубль в год. По его словам, в 2016 году RBA Group подписывает инвестиционные соглашения с гражданами Виктором Евстифеевым и Николаем Штирхуновым, согласно которому инвесторы обязались вложить 5,4 миллионов долларов в реконструкцию павильона. RBA Group будет получать от администрации павильона 15% до 2023 года. Авторы схемы позаботились о том, чтобы этот контракт не был расторгнут. В договор включен дополнительный пункт, согласно которому в случае расторжения контракта Молдэкспо обязуется покрыть RBA Group все убытки. В 2019 году Игорь Дадон и его приближенные приняли участие в открытии павильона. Молдова теряет примерно 2,9 миллионов евро в год, или по крайней мере 129 миллионов евро за 45 лет и действия контракта между Молдэкспо и RBA. Подсчитал подлог. Он уверен, что эта схема была реализована предыдущими властями. ПКРМ, ПСРМ, ДПМ. Которые должны быть привлечены к уголовной ответственности. Вот то, что на фоне предвыборной кампании, которая в моем видении идет достаточно вяло, нет какой-то интриги, мы видим, как на этой неделе один за другим выстреливают эти коррупционные скандалы. Я думаю, что они будут и дальше выстреливать. Кто-то проводит параллели и говорит, что конкуренты таким образом расправляются друг с другом. Но мы видим, что именно те скандалы, которые сейчас выходят, они не связаны с предвыборной кампанией. Это отголоски, скажем, нашего недобитого коррупционного прошлого? Или все-таки за спиной этих скандалов есть что-то из предвыборной кампании? Ну давайте, прежде чем перейти к каким-то общим выводам, возьмем конкретные случаи. Вот на днях первая инстанция судебная осудила так называемых участников грабежа века, трех несчастных женщин, которые получали по 100 долларов в месяц для того, чтобы подписывать какие-то бумаги. Ну вот эти фирмы, где эти женщины были основателями и учредителями, и директорами, эти фирмы вывели через различные схемы токсичного кредитования и так далее полмиллиарда леев. Эти женщины получили по 6 лет в первой инстанции. Я думаю, что будет апелляция, но вот на сегодняшний день мы константируем. Получили 6 лет реальных тюремных сроков, каждая. Я напомню, что по этому же делу, потому что вот это осуждение произошло в рамках дела по краже миллиарда, где главным фигурантом является Илон Шор. По этому же делу изначально прокуратура требовала для Илона Шора 19 лет. А потом в результате каких-то манипуляций, ну известного характера, в результате каких-то договоренностей, этот срок сократили Илону Шору за мошенничество в крупных размерах из-за отмывания денег. До 7,5 лет он был в первой инстанции осужден. И вот уже несколько лет дело Илона Шора не может быть рассмотрено и принято окончательное решение. Вы знаете, что рассмотрение этого дела было перенесено в Кагул, там это все переносится из года в год и так далее. И вот критика идет со всех сторон. В 2014 году через эти три банка, банка Сочалу, Унибанк и банка Единоэкономии, был выведен миллиард из валютных резервов страны, ни одного цента не было возвращено из украденных денег. Никто не был и не понес наказание за эту кражу, за этот грабеж, наглый грабеж. И речь не только о бенефициарах, то есть о тех, кто получил эти деньги. В общем, мы знаем именно этих людей. Об этом писало и международное агентство КРОЛ. Но это очевидно, поскольку мы знаем, кто контролировал так называемое захваченное государство. Потому что без государства невозможно было бы организовать вот этот вывод миллиарда. Это Плохотнюк, это Филат, это Шор, ну и их окружение, какие-то другие люди. Так вот, общество задается вопросом, где деньги и кто понесет ответственности. Вот судебная система решила ответить на эту критику и правосудие в целом. Потому что этим занималась прокуратура, прокуратура подала эти дела в суд. И судьи приняли решение по 6 лет реального срока женщинам, которые не понимали, в чем участвуют. Да, и у них противоправные действия. Но с моей точки зрения, смягчающие обстоятельства, этими людьми манипулировали. Это бедные, нищие, в общем-то, люди, которые получали какую-то сумму денег за то, что подписывали какие-то бумаги. Это как раз и учла прокуратура, когда выбегала. Прокуратура, которая эти дела передала в суд и выступала с позиции государственного обвинения, понимает, с кем имеет дело и что происходило. И просит 4 года условно для этих людей суды, не слушая прокуратур. Вот результат деолигархизации. Раньше прокурор писал решение судебное, просто передавал в суде, и тот зачитывал. А сейчас, видите, они проявили независимость. Отдает этим женщинам реальный срок. Значит, я рассматриваю это... Почему мы называем это скандалом? Это очень скандальное решение, с моей точки зрения. Я рассматриваю это как попытку замылить общество глаза, увести внимание общества от реальных виновников и участников этого грабежа. И наказать, ну, в общем, людей, которые виновны, но не заслуживают реальных тюремных сроков. Почему это происходит? Потому что надо сажать тех, которые содержали этих судей на протяжении многих лет. Тех, от которых эта судебная система брала деньги, привилегии, преференции, получала посты и так далее. Сажать надо Плохотнюка, сажать надо Шора. Надо сажать руководителей государственных институтов. Я с моей точки зрения, повторяю, чтобы потом не было вопросов, Значит, надо сажать руководителей Национального банка, надо сажать руководителей правительства, тех, которые принимали через взятие на себя ответственность законы, позволяющие этот ввод миллиарда осуществить. Надо сажать руководителей тогдашней прокуратуры, центра по борьбе с коррупцией и так далее. Фактически почти все государство участвовало во всем этом. Надо сажать тех, которые инициировали определенные изменения в законодательстве, сделавшие возможными определенные манипуляции и так далее. Вот Сережа Сырбу, один из тех, который участвовал и был автором вот такого законодательства. Нет, судебная система против своих не пойдет. Они будут сажать и пойдут по пути создания впечатления, что вот наконец-то стали наказывать виновных в краже миллиарда, и они будут отчитываться, вот что же вы от нас хотите. Мы вот сажаем виновных. А эти женщины, да, виноваты, но с моей точки зрения условный срок и показательная порка, и внимание к их персонам, и пресса вполне достаточно для того, чтобы предупредить на будущее участие людей в такого рода вещах. Поэтому я рассматриваю это решение как скандальное, как попытка судебной системы, о которой говорит политический класс. Говорят все те, которые хотят изменений в Республике Молдова, как о самой коррумпированной сфере государственного управления, как о самом коррумпированном институте государственной власти, судебная система пытается себя защитить тем, что имитирует наказание тех, которые участвовали в краже века. Вот поэтому мы называем это скандалом, потому что то, что происходит, это не правосудие, а имитация правосудия. И это, конечно, принять нельзя, невозможно. Я думаю, что вся тяжесть ситуации и драматизм ее состоит в том, что наши граждане, видимо, до самого конца не осознают масштабы этой коррупции. И когда мы говорим о том, что у кражи миллиарда есть конкретные заказчики, конкретные исполнители, конкретные бенефицары, у других схем, как известно, металлферосы, железная дорога, вот сейчас мы узнали про одну новую для Молдовы схему про ВДНХ, и многие другие на государственном уровне, это схемы, в которые вовлечены структуры власти, структуры власти, которые призваны регулировать какие-то процессы, которые, наоборот, должны выдавливать из этих процессов всякую коррупцию или хотя бы какой-то там намек каких-то коррупционных схем. У нас же это происходило на протяжении многих лет, и мы видим, что ничего абсолютно не меняется. Поэтому эти скандалы, они естественным образом начинают выстреливать, потому что и у них есть какой-то определенный срок давности, и рано или поздно они становятся явными. Вот, допустим, в схеме с кражей миллиардов, сколько уже не говорилось. Мы видели какие-то смешные доклады парламентских комиссий, где бенефицарами то были Тауберги и Апостолова, то еще кто-то. Но только не Плохотнюк, Шор и Ижи с ним, и не назывались даже имена тех руководителей государственных институтов, агентств, которые способствовали этой краже миллиарда. И что самое странное, вот хотела и ваше мнение, почему продолжается все-таки, ведь кража миллиарда, суть этой схемы, это был вывод денег из валютных резервов Национального банка. Плохотнюк и его люди хотели перед европейскими структурами, для того, чтобы отчитаться, показать, и поэтому заказали этот доклад Кролла, показать, что кража миллиарда была не через валютные резервы банка, а через какие-то неперформантные кредиты, которые брали люди или фирмы, которые проводили свои деньги через такие фирмы. Вот как мы, например, видим эти три женщины, использовали их социальную уязвимость и нищету, и просто привозили, как говорила одна из них, привозили на машине домой, увозили для того, чтобы она подписывала. Почему все-таки настаивается, что, и судебная система это подтверждает, что кража миллиарда это через какие-то левые фирмы, а не через, они уводят деньги из национального. Были разные схемы, в том числе через межбанковские обмены, через кредиты и так далее. Я сейчас не думаю, если у нас есть время того, чтобы вникать в суть того, что произошло, этого преступления. Мы даем отсылку, я думаю, что правильнее отдать отсылку на доклад специальной комиссии, возглавляемой Александром Слусарем, который подготовил всеобъемлющий доклад о том, как это происходило, как шла подготовка к этому, роль каждого государственного института в том, что произошло и так далее. Но почему мы, вот справедливо ответить на вопрос, почему сегодня мы наблюдаем такого рода судебные решения? Потому что ничего, по сути, не изменилось, кроме того, что убежал Плохотнюк. Но все его люди, все государственные институты работают примерно так, как работали при нем. Просто они сейчас контролируются людьми второго эшелона из окружения Плохотнюка. Поэтому мы говорим, что нужны изменения. Когда мы слышим, например, от определенных политических сил, что они защитят традиционные ценности, не отдадут государство в руки иностранцев, защитят нас от летворного влияния Запада и так далее. Хочется спросить, ребят, а то, что с нами происходило последние 10 лет, иностранцы к этому имеют какое-то отношение, что мы были доведены до вот этого безобразия, что нас оббирают, что возвращают миллиард не шор, а возвращают миллиард вот эти несчастные женщины судебными сроками, тюремными. И мы, граждане Республики Молдова, которые ежегодно по одному миллиарду вносим в бюджет страны. А почему до сих пор не приняты решения в отношении руководителей государственных институтов, которые соучаствовали во всем этом? Все государство грабило публичные деньги, деньги налогоплательщиков, потому что других нету у государства денег, это деньги людей. Вот все государство в этом участвовало. А почему эта информация постоянно выходит? Потому что так много всего этого, что это будет выходить. Мы затронули один эпизод. Вот мы показывали в репортаже еще два случая. Эти десятки схем, через которые... Это импорт-экспорт, это энергетика, это аренда, это рынок недвижимости, это банковская сфера. Везде сидят клещи, метастазы мафиозные, которые просто грабят это правительство, это правительство, програбят эту страну. И при этом, значит, вот, например, президент до недавнего времени, президент Дадон, значит, заламывая руки, говорит, у нас нет денег на вакцинацию, у нас нет денег на выборы. Слушайте, закройте одну схему, у вас будут деньги на все это. Одну схему. Вот, кстати, я, кстати, хотела сказать, именно вот привести к этому, что в стране катастрофически не хватало денег. Правительство КИКу обращалось то к Российской Федерации за какими-то кредитами, так они не получили. Европейский Союз обусловил кредитование из-за коррупции, высокого уровня коррупции и неразрешенности проблем из кражи миллиарда. То есть денег в стране не было. И вдруг вот что меня поразило? Это новая схема, о которой до сих пор в публичном пространстве не говорилось. А об этой схеме из так называемым павильоном Республики Молдова на ВДНХ. В Москве. В Москве. То есть посмотрите, что происходило. Значит, Российская Федерация, правительство России, в качестве доброй воли обращается к правительству Республики Молдова и говорит о том, что когда-то во времена Советского Союза было это ВДНХ, выставка народного достижения в народном хозяйстве и так далее, где каждая республика имела свой павильон. Также имела Республика Молдова вот этот павильон. И для того, чтобы оставить этот, скажем, памятник какой-то, я знаю, и сохранить это, и дать возможности государствам для того, чтобы они могли продвигать свою продукцию, могли продвигать, может быть, какие-то свои культурные моменты на уровне Российской Федерации, они предлагают правительству Республики Молдова, что, ребята, вот мы вам даем этот павильон в аренду за только один рубль в год, ежегодно, только один рубль. Правительство Республики Молдова воспользовалось этим, конечно, очень классно, хорошо. Потом они подумали о том, что даже была создана комиссия, там некий Валерий Лазар тогда был министром, Влад Филат премьер-министром, была создана комиссия, в которую входили ряд министерств, ведомств и так далее. Потом они подумали, подождите, а мы же должны восстанавливать аренду, мы будем платить в рубль, но для того, чтобы восстановить и провести какие-то ремонтные работы, это должно тратить Республика Молдова. Что они делают? Они выносят решение правительства, в которое передают все роль администратора Молдэкспо, который, в свою очередь, находит неких субарендаторов, и которым, внимание, правительство Республики Молдова заключает этот контракт с Российской Федерацией, с правительством России, за один рубль в год на срок 50 лет. Что делает Молдэкспо для того, чтобы использовать в пользу государства и зарабатывать на этом? Оно находит этих субарендаторов и дает им в пользование тоже за один рубль в год, но сроком на 45 лет. И там получается, что Республика Молдова, вот обусловлено этим контрактом, не имеет права разрывать этот контракт в случае, если не соблюдены условия контракта. В условии контракта было, что 25% территории этого павильона Республики Молдова будет использоваться правительством Республики Молдова для продвижения своих товаров и так далее. Этого не происходило на протяжении всех этих лет. Вообще. Фирма, которая взяла особо аренду, она зарабатывала по 2,5 миллиона евро в год, имея только за один рубль от правительства Республики Молдова эту аренду. И вот в 2019 году, перед открытием этого павильона, советник президента Республики Молдова тогдашнего Игоря Дадона, кстати, прекрасный специалист, честный человек Елена Горелова, пишет письмо президенту и говорит о том, что будет открыта эта выставка, но надо пересмотреть условия контракта, насколько они легальны. И вот мы видим, если нам покажут, как обратилась к президенту его советник, какую поставил резолюцию Игорь Дадон, проверить, вот мы сейчас видим, проверить легальность этой сделки, и получают в ответ, что эта сделка была нелегальна. В 2019 году, прямо перед самим открытием этой выставки, и что? Молчок. Выставка, открытие выставки павильона состоялась, он до сих пор работает, до сих пор идет аренда в 1 рубль, до сих пор арендодатели ничего, то есть Республика Молдова правительства не получает, хотя сделка принята незаконной и ничего не происходит. Значит, та схема, которую продвигал Плохотнюк и Демократическая партия, просто в 2018-2019 году была взята, видно, под контроль партии социалистов и Игоря Дадон. И тут надо понимать то, что мы, Игорь Молдекс, мы подразумеваем правительство Республики Молдова, руководство, потому что Молдекс, такое решение в жизни, оно было назначено подписантом. Так Молдекс представляет интересы правительства Республики Молдова в этом договоре. Да, значит, отдав то, что Российская Федерация отдала нашей стране, просто отдала символически за 1 рубль и так далее, также символически отдать какой-то фирме, которая на этом зарабатывает 2 миллиона с половиной евро, означает лишить государственный бюджет напрочь каких-либо доходов от этого павильона в центре Москвы. И деребанить вместе с этой фирмой, потому что те, которые принимали решение о передаче, я это говорю под собственную ответственность. И, кстати, фирма аффилирована по данным расследования. Да, я думаю, что это имели и члены правительства, которые принимали решение, и те, которые стояли за этим правительством, стояли за этим правительством, и Филат, Плохотнюк, Филипп, Лазарь был министром экономики. Все эти люди получали из этой схемы неплохие деньги. Сейчас, как вы правильно заметили, наверняка получают, значит, наследники вот этого всего прекрасного далека или прекрасного прошлого. Вот почему мы говорим, что нужны перемены. Когда мы говорим, что нужны перемены, потому что нас грабят. Грабят в Москве, Молдаван грабят в Москве, вот через такие схемы. Грабят в Молдове, грабят в Приднестровье, грабят наверняка в Румынии. И где есть наши интересы, наши публичные деньги, там везде грабят. И ни одна из схем не разрушена. Вот по миллиарду, о котором знает весь мир, они осудили... Я хотела сказать, что еще в этой схеме с этим ВДНХ, с павильоном Молдовы. Вот те, которые воспользовались и пользуются этой схемой, доброй волей, скажем, российского правительства, который дал за один рубль, просто подарил республике Молдова, пожалуйста, продвигайте свой интерес. Никто не пользуется, во-первых, этими 20% павильона, и ничего на этой не происходит. А что там происходит в этом павильоне и как на нем зарабатывается, это тоже никому не известно. Но проблема в том, что те люди, которые пытаются сейчас нам всунуть какую-то геополитику и противопоставить здесь Российскую Федерацию, прикрываться постоянно ею, в то время, когда они просто прикрываясь этими геополитическими страшилками, грабят собственных граждан. А потом под эти же знамена их собирают и говорят, посмотрите, на Российскую Федерацию нападает. То есть, ребята, вы определитесь, либо вы под этой эмбрелой грабите, в том числе и, скажем, и наносите урон и имиджу и Российской Федерации, которой прикрываетесь, но вы грабите собственных граждан, которым вы сейчас обещаете, что приходите для того, чтобы спасти страну. Есть по-третьему, если позволите, несколько иная... Ну, такая же схема по ограблению молдаван. Только сигнал и повод к обсуждению, это по национальной лотерее, по этому знаменитому «Выиграй миллион» или как они там... Реклама может быть увидена на семи телевизионных каналах и на десятки радиостанций можно это услышать. Сигнал пошел с другой стороны. Два дня назад Соединенные Штаты приняли решение о введении санкций по закону Магнитского, который принят в Соединенных Штатах. Это закон по глобальной защите прав человека. То есть, они преследуют коррупционеров и тех, которые нарушают права человека по всему миру. Независимо, в какой стране они и эти люди находятся. Вот санкции были приняты в отношении некоторых или нескольких болгарских граждан, среди которых и Василь Башков. Василь Башков это тот человек, который является со-собственником национальной лотереи Республики Молдова. Лотерея, которая до Плохотнюка, до 2018 года была государственным предприятием. В схеме участвовало Министерство экономики, тогда возглавлял Калмык. Участвовало агентство по публичной собственности. Эти люди, и мы видим шаг за шагом, у нас есть все документы, они опубликованы. Прокуратура начала расследование в прошлом году по этому вопросу. Шаг за шагом показано, как они меняли законодательство и изменили ее в том смысле, что в государственное предприятие, в эту лотерею, в игры, как это называется, азартные игры, в эту сферу азартных игр были введены, после введения госмонополии были введены частные инвесторы, частные участники. И проблема в том, что вот согласно договору 75% дохода должно было получать государство, 25% частный собственник. А в реальности получается совершенно наоборот. 80 с чем-то, почти 90% получает частный собственник, а государству достаются 10%, еще государство покрывает все расходы, связанные с организацией этой лотереи. Что выигрывает и почему это нужно было Плохотнику? Потому что вся вот эта сумасшедшая реклама, которую мы наблюдаем, вся идет и оплачивается телевидением и радиостанциям Плохотника. Это тоже миллионы леев. Вот по подсчетам только за несколько лет в результате этой схемы государство потеряло 400 миллионов леев. Значит, у нас 400 миллионов леев это и выборы, это и вакцины, это и повышение цены и так далее. Зарплаты, пенсии и так далее. Так вот этот человек объявлен, можем и закончить сейчас, или если... Еще полминутки. Да. Вот этот человек объявлен, ему объявлены санкции правительством США. А в Республике Молдова он является, как бы, порядочным бизнесменом, которые участвуют в национальной лотерее. При этом надо понимать, что... И зарабатывает на гражданах Республики Молдова. ...что эту лотерею подпитывают деньгами все граждане Республики Молдова. Там только в период с ноября 18 по май 19-го 325 миллионов было собрано лотерея, из которых только 35 попало в государственный бюджет. Там часть была выплачена в виде выигрышей, остальное все ушло в карман людей, связанных с Плохотнюком и с этим Башковым. Что происходит? Почему? Я прошу прощения. Может быть, мы продолжим, пожалуйста, после рекламной паузы, потому что мы должны выйти на рекламу. Мы вернемся в студию скоро. Не переключайтесь. Будет очень интересно. Итак, мы вернулись в студию и продолжаем с схемами, которые грабят ежегодно граждане Республики Молдова. Да, я завершу. То есть это была спецоперация государственных структур по внедрению в национальную лотерею Республики Молдова частного собственника, вот этот Василь Башков, который объявлен как самый опасный человек Болгарии, и против него введены санкции Соединенными Штатами. Значит, ущерб по подсчетам прокуратуры, ущерб, нанесенный государству, составляет около 400 миллионов лей. Вот на этом мы остановились. И самое интересное другое, что все это продолжается. Это продолжалось при Плохотнюке до мая 2019 года. Это продолжалось и дальше, и в том числе в период единоличного правления Игоря Дадона, который сейчас там рвет рубашку на груди, не отдадим ни пяди родной земли и так далее. Сами будем ее грабить. Да. То есть что продолжалось? Продолжалось ограбление граждан Республики Молдова. Но Игорь Дадон был президентом, у него было правительство, у него было большинство в парламенте. И все можно было сделать. Значит, мы пытаемся победить олигархию, мы пытаемся арестовать, задержать Плохотнюка и так далее. Плохотнюк до сих пор зарабатывает здесь огромные деньги, миллионы. На лотереи, на металлферосе, на других схемах, которые продолжают функционировать. Вот о чем речь. Ему не мешает, потому что он делится с кем-то, кто-то еще получает? Ему не мешает, поскольку в этом кто-то участвует. Мы об этом говорили в других передачах. И опять же на государственном уровне. Что подключили Дадона и команду Дадона к этим схемам через лейтенантов Плохотнюка, Андрунаки и прочие люди. С одной стороны. С другой стороны, некому наказать этих людей. Даже если в прокуратуре что-то изменилось, и они идут с какими-то делами в судах, суды все отменяют. Прокуратура не может наложить арест на собственность, которая получена. И это уже доказано незаконным путем. Такими людьми, как Плохотнюк и другие. Потому что суды отменяют эти аресты. И Плохотнюк, сидя, не знаю, в Дубае или где он сидит, в Таиланде, он получает деньги с лотереей, с металлферосой, спокойно продает свою собственность здесь за миллион. И просто избавляется. То, что должно быть возвращено в госбюджет, продолжает уходить в карман Плохотнюка. Вот мы о чем говорим, когда мы говорим о том, что надо делать реформу судебной системы, нужны изменения, заговаривать зубы всякой бредятиной, типа там традиционные ценности. Это дымовая завеса для того, чтобы ничего не изменилось. А вот это все продолжалось. Вы придержитесь традиционных ценностей, а мы будем потихоньку ссывать руки в ваши карманы и решать свои вопросы. Пока вы придержитесь традиционных ценностей, мы будем просто банально вас обворовывать. Совершенно верно. Вот я думаю, что эти скандалы, это только часть скандалов, которые выстреливают. И я ждем как бы следующих. Я думаю, что они будут и будут выстреливать. Потому что, как мы и говорили, уже естественным образом это как нарастает какая-то рана, которая в конечном итоге вскрывается. Ну а перейдем к другой теме, недостаточно важное и событие, которое произошло на этой неделе. Европейская комиссия одобрила план восстановления экономики Молдовы, согласно которому страна получит около 600 миллионов макрофинансовой помощи. Об этом 2 июня сообщила пресс-служба Европейской комиссии, отметив, что деньги будут поступать в Молдову в виде грантов и инвестиций в ближайшие три года. Как отметила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Лянин, макрофинансовая помощь Молдове – это попытка Евросоюза помочь стране преодолеть финансовый кризис, чтобы реализовать, цитирую, амбициозную программу реформ. Вот сегодня, 4 июня, в Молдове работала делегация Еврокомиссии, которая прибыла в страну для презентации этой программы помощи. Насколько эта помощь и поддержка поможет Молдове восстановиться и выйти из этого сложнейшего социально-экономического кризиса, обсудим после нашего репортажа об этом. Европейская комиссия выделит Молдове 600 миллионов евро на восстановление экономики. В среду, 2 июня, Европейская комиссия одобрила план восстановления экономики Молдовы, который предусматривает макрофинансовую помощь, субсидии и инвестиции в размере до 600 миллионов евро, которые поступят в Молдову в течение трех лет – с 2021 по 2024 год. Как отметил евродепутат из Румынии и глава делегации Европарламента по связям с Молдовой Зигвред Муришан, Молдова – единственная страна из государств восточного партнерства, которая получила средства наравне со всеми членами ЕС. Деньги пойдут в первую очередь на инвестиции в дорожную инфраструктуру, цифровые технологии, энергетику. Также на повышение экономической конкурентноспособности, поддержку малых и средних предприятий, а также на реформы, которые ждут граждане Молдовы в госуправлении, бюджете, юстиции и борьбе с коррупцией, написал Муришан. По словам председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйн, деньги пойдут на преодоление финансового кризиса и реализации амбициозной программы реформ. План экономического восстановления ЕС представляет собой беспрецедентную попытку помочь стране на ее пути к восстановлению и продвинуть амбициозную программу реформ в интересах ее граждан, сказано в пресс-релизе Еврокомиссии. Про русский. Что надо Республике Молдова, когда Игорь Дадон безуспешно выпрашивал российский кредит. Сначала сумма была 500 миллионов, потом 200 миллионов, потом 150 миллионов и в конечном итоге ничего в Республику Молдова не пришло. И как мы видим и по заявлению тех же членов правительства Кико и самого Игоря Дадона в Молдове, Молдова без иностранных инвестиций просто не выдержит. И вот тут вот, может быть не нужно делать эту параллель, но опять же возвращаемся к этому слогану партии социалистов, который говорит, что не дадим страну иностранцам. И тут мы видим, как иностранцы подключаются к процессу реанимирования экономики Республики Молдова и предоставляют свою помощь, которой Игорь Дадон говорит, что это нам не нужно. Но определенная помощь нам, наверное, будет нужна со стороны одного государства, со стороны каких-то других государств нет. Насколько это все-таки предвыборно, как заявляют некоторые политики, что предвыборная акция, вот этот грант, это помощь, финансовая, макрофинансовая помощь, которую предоставляет Евросоюз. Получилось так, что прямо во время предвыборной кампании. Да, это прозвучало в период предвыборной кампании, это могло бы быть названо предвыборной декларацией или заявлением. Если бы мы не знали, что за этими заявлениями последует, в случае выполнения определенных условий, последует конкретная помощь. Эти деньги придут в Молдову, потому что мы знаем, что Европейский Союз, западные партнеры, партнеры надежные, не держат слова, они приходят на помощь стране. Тут очень, по поводу этих условий, Игорь Дадон высказался в отношении вот этого заявления, и помимо того, что высказали, он сказал еще, надо посмотреть, какие еще там условия. Условия там... То есть он согласен будет, но смотря на условия? Да, конечно, разве он не был согласен, тогда он был сторонником Европейской интеграции с тем, что Европейский Союз нам помогал, и он был один из тех, который активно говорил о том, что Молдова главный бенефицар, главный получатель помощи из всех восточных и восточного партнерства, помощи со стороны Европейского Союза. За эти хвалились заключения меморандума с Всемирным банком, видим, с МВФ, и тем не менее, ничего не произошло. Да, Игорь Дадон, как раз у него заявления предвыборные конъюнктуры, сегодня так, завтра и так, мы не можем никак понять, в чем его политическая идентичность настоящая. Что выгодно, то он и продвигает. Так вот, насчет условий. Во-первых, прозвучало в заявлениях европейских партнеров больше за больше или знаменитый принцип МОФОМО, то есть, если будут происходить реформы, эти деньги будут приходить, и мы можем рассчитывать на более фундаментальное и стабильное сотрудничество. Но что значит реформы? Слово реформы многих раздражает, но в нашем случае реформы – это некие изменения, которые приведут к тому, что в Молдове эти деньги не разворуют. Вот о чем речь. То есть, мы хотим, чтобы у нас было правительство и была власть, левая ли, правая ли, власть, которая может сотрудничать на равных и с Западом, и с Востоком, получает помощь от Европейского Союза. Нам бы хотелось, чтобы такие люди, как Игорь Додон, тоже получали бы помощь из Европейского Союза. Такие люди, как, ну не знаю, как Филипп и так далее. Проблема в том, что вот Плохотнюки, Филаты, Филиппы, Додоны управляли страной так, что все эти деньги, или большая часть этих денег была разворована, растрачена, никаких реформ не было произведено. Более того, государство было заточено на грабежах. То есть, было государство, которое занималось грабежом общих денег. Везде. Начиная от валютных резервов Национального банка и заканчивая энергетикой, заканчивая схемами по импорту и так далее. При этом все цветастее, все помпезнее звучали декларации о европейской интеграции и так далее. Тем самым идея сама была дискредитирована, потому что самые нехорошие люди этой страны говорили о том, что они сторонники европейской интеграции. К сожалению, Игорю Додону не остерегался помогать, потому что это просто взять деньги западных налогоплательщиков и выбросить в какой-то черный дыру, потому что эти деньги эффекта бы не дали. Поэтому было подчеркнуто, что нам нужны надежные партнеры. Наши партнеры хотят, чтобы деньги, которые сюда приходят, давали эффект. А эффект в нашем случае это независимые институты, правосудие, это отсутствие воровства, это развитие инфраструктуры. И когда вы говорили о деньгах из России, о кредите, который мы так и не получили, я хочу тут подчеркнуть, что эти 600 миллионов придут, и это прозвучало в заявлении фонда Эрляйн, что эти деньги придут в виде грантов и инвестиций, а не кредитов. То есть это не возвратные деньги, это деньги настоящих друзей, это деньги, которые не надо возвращать. Тем не менее, они не просто их хотят отдать, а отдать, чтобы в Молдове жизнь измелась к лучшему. Я вот хотела добавить к тому, что вы говорите, для того, чтобы наши зрители это поняли, и чтобы наш анализ не звучал каким-то таким просто однобоким, в одну сторону. Что Игорю Дадону европейские структуры не давали деньги не потому, что Игорю Дадон не проевропейский, или он пророссийский. Потому что европейские партнеры, видя его, скажем, такую нестабильную политическую линию, которую он привел демократов, которые разграбили эту страну и устроили эти схемы хищения, в том числе и европейских грантов, привел опять в правительство, создал с ними большинство. Потом он создает большинство с партией основного подозреваемого в краже миллиарда. Это тоже плохой сигнал для тех, которые хотят инвестировать в Республику Молдова. Плюс еще на фоне этого ничего практически не делалось. Никаких реформ юстиции, никаких подвижек в расследовании. Одни разговоры. Ничего, одни разговоры. Вот почему европейские структуры не доверяли правительству Игорю Дадону и Дадона не потому, что он был пророссийский. Плюс еще к этому прибавляется и вопрос. А почему тогда Российская Федерация не доверила свои деньги, которые она обещала в помощи Игорю Дадону и его правительству, тогда, когда Игорю Дадону они очень нужны были и в том числе и имиджево. Вы правильно заметили, что не потому, что не по геополитическим соображениям, а по сути происходящего в стране. Игорь Дадон мало того, что у него такая извилистая, скажем, политическая карьера, но он просто перехватил вот это преступное государство и преступные практики Плохотнюка и сам ими пользовался до последнего дня. То есть произошел какой-то перезахват государства? Да, то есть в 2015 году, если вы помните, после того, как стало известно о грабеже века, о том, что миллиард украли, никто ничего не делает, мы попали в своеобразную изоляцию. И денег никто не давал. И дали деньги только тогда, когда появляются люди, которые дают гарантии того, что они не разворуются. Мы, к сожалению, наша передача уже подходит к отцу, время нас поджимает, поэтому мы обязательно должны перейти к нашей традиционной рубрике перломет. Ну, в этой рубрике мы отвечаем перлы, которые произносят наши политики, чиновники, высокопоставленные люди. Раз мы говорили о Игоре Дадоне так много сегодня, то вот его и объявляем чемпионом с фразой «Нельзя идти в рай, делая дела, за которые надо идти в ад». Это он сказал по поводу отзыва судей Клима из поста главы апелляционной палаты Кишинева. Но эта фраза относится прекрасно к тому, что Клима делал и делает до сих пор. И к тому, что сделал Игорь Дадон, назначив этого человека, над которым, значит, есть подозрения, в отношении которого существует подозрение в коррупции и в участии в очень... То есть сам про себя он сказал? Сам про себя он назначил коррумпированного человека и в ад, наверное, дорога открыта. Таковы были темы наших сегодняшних обсуждений. Мы прощаемся с вами до следующей пятницы. Берегите себя, преодолевайте стереотипы и не бойтесь меня. Берегите себя, преодолевайте стереотипы и не бойтесь меня.